Приветствую вас на канале час ремонта, в этом видео я расскажу вам о 7 лучших аккумуляторных перфораторах. Какие модели получают высокие пользовательские оценки, пользуются неплохим спросом и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как всегда, в описании мы оставили ссылки на все перфораторы, представленные в нашем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам вы легко сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Наш топ я хочу начать с модели Interscall PA2418V. Этот перфоратор оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4 Ач и бесщеточным двигателем. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту здесь составляет 1400, а максимальная частота ударов в минуту достигает 5300. Что же касается силы удара, то она равна 2,2 джоуля. Среди доступного функционала стоит отметить возможность регулировки числа оборотов и изменения направления вращения. Инструмент также включает в себя предохранительную муфту и функцию блокировки кнопки включения. А еще данная модель оснащена эргономичными прорезиненными рукоятками. Кроме этого стоит отметить, что наибольший диаметр сверления в бетоне составляет 24 мм. В стали он равен 13 мм, а в древесине достигает 28 мм. Примечательно, что этот прибор можно использовать в качестве дрели или шуруповерта при наличии соответствующей оснастки. Вес перфоратора составляет 2,6 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают небольшой вес, удобство в использовании, компактный размер, достаточную мощность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя иногда все же встречаются отзывы с нотками негатива, но их абсолютное меньшинство. Хотите быть в курсе различных технических новинок? Тогда подписывайтесь на канал Час Ремонта и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы первыми узнавать о выходе наших новых видео, которые мы выпускаем регулярно. Далее в нашем рейтинге идет модель Z-Track Destroyer Pro 0634062, которая оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 4 Ач и бесщеточным двигателем. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту здесь составляет 1400, в то время как максимальная частота ударов в минуту достигает 4500. Что же касается силы удара, то она равна 2 джоулям. В этом перфораторе используется тип патрона SDS+, а среди основных режимов работы доступны долбление, сверление и сверление с ударом. А среди дополнительных режимов есть регулировка зубила. Среди доступного функционала стоит отметить функцию реверса, блок плавного пуска, наличие ограничителя глубины сверления, возможность регулировки частоты вращения или ударов и функцию блокировки случайного включения. Инструмент также оснащен эргономичными прорезиненными рукоятками, а его вес составляет 2,8 килограмма. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, достаточную мощность, приемлемую стоимость, небольшой вес и высокое качество исполнения в целом. При этом все же не все владельцы остались довольны слабеньким, на их взгляд, аккумулятором и качеством комплектного кейса. В остальном же про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет. А что вы думаете об этом перфораторе? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий перфоратор, о котором я хочу вам рассказать, носит название Makita DHR242Z. Эта модель оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 3 Ач и бесщеточным двигателем. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту здесь составляет 950, тогда как максимальная частота ударов в минуту равна 4700. Что же касается силы удара, то она равна 2,4 джоуля. Среди основных режимов работы доступны долбление, сверление и сверление с ударом. А среди дополнительных режимов есть регулировка зубила. Также стоит перечислить функционал инструмента, куда входит функция реверса, ограничитель глубины сверления, функция блокировки случайного включения и возможность регулировки частоты вращения или ударов. Прибор также оснащен эргономичными прорезиненными рукоятками и имеет предохранительную муфту. Кроме того, отмечу, что максимальный диаметр сверления в дереве составляет 27 мм. В стали он равен 13 мм, а в бетоне достигает 24 мм. Весит перфоратор 3,3 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, удобство в использовании, небольшой вес, компактный размер и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя периодически все же встречаются отзывы с нотками негатива. Интересует стоимость данной модели? Тогда загляните в описание, где мы оставили ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель DeWalt DCH133N, которая оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 4 Ач и бесщеточным двигателем. В данном перфораторе используется тип патрона SDS+. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту здесь составляет 1550, в то время как максимальная частота ударов в минуту равна 6580. Что же касается силы удара, то она достигает 2,6 джоуля. Инструмент может работать в трех основных режимах – долбление, сверление и сверление с долблением. А среди доступного функционала я обязательно отмечу функцию реверса и возможность регулировки частоты вращения или ударов. Прибор также имеет предохранительную муфту и оснащен эргономичными прорезиненными рукоятками. Кроме того, не могу не отметить, что максимальный диаметр сверления в дереве здесь составляет 30 мм. В металле он равен 13 мм, а в бетоне достигает 26 мм. А в конце обязательно упомяну, что вес этой модели составляет 2,3 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают удобство в использовании, достаточную мощность, небольшой вес, надежность и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то по-настоящему существенные минусы речи не идет, хотя отзывы с нотками негатива иногда все-таки встречаются. Узнать стоимость каждого перфоратора, представленного в нашем рейтинге, можно перейдя по ссылкам, которые мы оставили в описании. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Bosch GBH118LI Professional. Этот перфоратор оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 4 Ач и бесщеточным двигателем. Здесь используется тип патрона SDS+. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту составляет 1800, тогда как максимальная частота ударов в минуту достигает 5100. Что же касается силы удара, то она равна 2 джоулям. Среди основных режимов работы доступны долбление, сверление и сверление с ударом. Максимальный диаметр сверления в дереве составляет 30 мм. В металле он равен 13 мм, а в кирпиче и бетоне он достигает 20 мм. Среди доступного функционала мне в первую очередь хочется отметить наличие функции реверса, ограничителя глубины сверления и возможность регулировки скорости вращения или ударов. А еще инструмент может похвастаться подсветкой, предохранительной муфтой и эргономичными прорезиненными рукоятками. Уровень шума при работе может достигать 101 дБ, а вес перфоратора составляет 2,3 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают небольшой вес, удобство в использовании, достаточную мощность, хороший комплектный кейс и высокое качество исполнения в целом. При этом не все владельцы остались довольно слабеньким, по их мнению, аккумулятором. Но в основном про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, а отзывов с негативной окраской абсолютное меньшинство. Предпоследний перфоратор, о котором я хочу вам рассказать, называется Makita DHR202RF. Эта модель оснащена литий-ионным аккумулятором емкостью 3 Ач и щеточным двигателем. Здесь используется тип патрона SDS+. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту составляет 1200, в то время как максимальная частота ударов в минуту достигает 4000. Что же касается силы удара, то она равна 1,9 джоуля. Инструмент может работать в трех основных режимах долбление, сверление и сверление с ударом. А среди доступного функционала мне хочется отметить функцию реверса, наличие ограничителя глубины сверления, функцию блокировки случайного включения и возможность регулировки частоты вращения или ударов. А еще прибор может похвастаться подсветкой, предохранительной муфтой и эргономичными прорезиненными рукоятками. Уровень шума при работе может достигать 98 дБ, а весит перфоратор 3,5 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают достаточную мощность, небольшой вес, удобство в использовании, хорошие аккумуляторы, высокое качество исполнения в целом. Примечательно, что некоторые владельцы наоборот жалуются на слабенький на их взгляд аккумулятор. Но в основном про какие-то по-настоящему существенные минуса речи не идет, хотя отзывы с нотками негатива периодически все-таки встречаются. А завершает наш топ-7 лучших аккумуляторных перфораторов модель Metabo KHA18LTX, которая оснащена фирменным аккумуляторным блоком LIHD. Максимальное число оборотов холостого хода в минуту здесь составляет 1100, тогда как максимальная частота ударов в минуту достигает 4000. Что же касается силы удара, то она равна 2,2 джоуля. Данный перфоратор может работать в трех основных режимах – долбление, сверление и сверление с долблением. А еще его можно использовать в качестве шуруповерта. Среди доступного функционала мне обязательно хочется отметить функцию реверса и возможность регулировки частоты вращения или ударов. Инструмент также оснащен эргономичными прорезиненными рукоятками и ограничителем глубины сверления, а его вес вместе с аккумуляторным блоком составляет 3 кг. В своих отзывах пользователи обычно отмечают компактный размер, достаточную мощность, удобство в использовании, небольшой вес, хороший аккумулятор и высокое качество исполнения в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится, хотя отзывы с негативной окраской иногда все же встречаются. Огромное спасибо за просмотр! Напоминаю, что ссылки на все перфораторы, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Если наш ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы не пропускать выход наших новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!